Канобу.ру представляет На игре. Кино с прицелом на российских геймеров. Любовь на чемоданах. Муза Тарантино снялась в трогательной мелодраме. Плохой лейтенант. Николас Кейдж настолько плох, что хорош как никогда. Сумерки. Экранное воплощение мокрого сна подростка. Вот мы и дождались этого момента. Всех людей, неравнодушных к играм, посчитали. Посчитали субкультурой, достойной того, чтобы снимать о ней кино. Выходящий на этой неделе фильм на игре мог бы стать трехчасовым монстром, но его благоразумно разделили на две части. Продолжение выйдет в феврале. Сюжет тут нехитрый. Группе киберспортсменов достаются халявные диски с новой игрой. Опробовав новинку, ребята получают суперспособности. Теперь и в обычной жизни они умеют стрелять по-македонски, знают несколько видов боевых искусств и водят автомобили так, что герой фильма «Такси» подавился бы круассаном. Геймеров тут же берут под крыло спецслужбы и предлагают делать то, что получается у них лучше всего — играть. Однако со временем выясняется, что они не герои Отечества, а группа наемных убийц. Кстати, фильм снят по мотивам повести «Игры в жизнь» Александра Чубарьяна, который считает себя заправским игроком. Возможно, это убережет картину от откровенных ляпов в изображении нелегкого геймерского быта. Носители В разгар эпидемии свиного гриппа на экраны выходит очередная страшилка в духе «28 дней спустя». В триллере «Носители» четверо друзей изо всех сил пытаются избежать заражения ужасным вирусом, поразивших всех обитателей нашей планеты. Вам это ничего не напоминает? Еще чуть-чуть, и фильм можно было бы принять за часть рекламной кампании «Left for Dead 2». Герои картины, так же, как и персонажи игры, для самозащиты пользуются любыми подручными средствами, не забывая при этом про модные нынче марлевые повязки. Однако главное правило — зараженный, значит, мертвый — перестает действовать, когда речь идет о близких тебе людях. Молодые режиссеры Алекс и Дэвид Пастеры постарались еще раз порассуждать на эту порядком избитую тему. Если вы не пропускаете ни одного фильма категории «Б», то можете проголосовать рублем за полнометражный дебют «Братьев Пастеров». Если нет, потратьте эти деньги на витамины для профилактики. Пользы будет больше. «Любовь на чемоданах». На этой неделе жанр романтической комедии представлен картиной «Джек и Джилл. Любовь на чемоданах». У этой вполне себе трогательной истории есть как минимум два достоинства. Первое — фильм снят совместными усилиями французских и канадских киношников, а значит, мы вправе надеяться на минимальное количество голливудских клише в этом изъезженном вдоль и поперек жанре. Второе — и это тоже несомненный плюс — главную роль в картине сыграла новая муза Квентина Тарантино — Мелани Лоран, запомнившаяся многим по работе в «Бесславных ублюдках». В «Любви на чемоданах» героиня Мелани — обычная француженка, работающая в видеопрокате и недовольная своей жизнью. Она находит багаж неудачливого американца, влюбляется в содержимое чемодана и заочно переносит свои чувства на его владельца. Романтически настроенная француженка убеждена, что парень является ее судьбой и начинает искать бедолагу. В других странах эти поиски начались еще летом, и только сейчас картина добралась до российских кинотеатров. «Джек и Джилл. Любовь на чемоданах» — из тех фильмов, на которые стоит сводить девушку, и она будет вам за это благодарна. Обещаем! «Плохой лейтенант» Кто бы мог подумать, что Вернер Херцог, режиссер культовых шедевров о герее «Гнев божий» и «Кобра Верде», снимет криминальную драму с Николасом Кейджем, Евой Мендес и Веллом Килмером. Ко всему прочему, название картины «Плохой лейтенант» заставляет вспомнить одноименный фильм Абеля Феррары. При этом сам Херцог утверждает, что с творчеством Феррары не знаком, любые совпадения случайны, и вообще он не зритель, а режиссер. Поэтому чужое кино не смотрит, а свое снимает. На этот раз Херцог рассказывает историю Терренса Макдона, новоорлеанского детектива, который не прочь побаловаться азартными играми и наркотой, по возможности приворовывает и предается похоти прямо на рабочем месте. К Макдону, и так живущему между молотом и наковальней, с боков потянулись раскаленный утюг и паяльник. Подружка, оказывается, должна мафии 50 штук зеленых, а разгребать приходится ему. Уверены, у «Плохого лейтенанта» найдется не один весомый плюс, но главное — возвращение того Кейджа, который настолько плох, что даже хорош. Несмотря на то, что и эта картина в мировом прокате числится с сентября, и особого шума на Западе не наделала, Канобу рекомендует. Рецензия. «Сумерки. Сага. Новолуние». Героине «Сумерек» Белли Свон катастрофически не везет с парнями. Сначала ее угораздило влюбиться в вампира, а потом начать флиртовать с индейцем-оборотнем. И все бы ничего, но на эту историю купилось множество подростков. Кинотеатры содрогаются от наплыва фанаток Роберта Паттинсона, явно грезящих по вампирским укусам. Что до страданий главной героини в исполнении постной Кристен Стюарт, то они затерялись где-то между голыми торсами кровопийц. В фильме «Сумерки. Сага. Новолуние» господствуют расстегнутые рубашки и приспущенные брюки. А сюжет, если он кого-то интересует, рассказывает о любви между бессмертным бледнолицым вампиром, смертной бледнолицей девушкой и смертным краснокожим индейцем-оборотнем. И каждый участник этого любовного треугольника самоотверженно пытается пожертвовать собой ради любви, а заодно и избавиться от третьего лишнего. Вот такие высокие отношения. Любовь и смерть, раскрашенные в приятные цвета и рассказанные языком тела. Чего еще можно было ждать от режиссера американского пирога? Мы не будем разбирать фильм по Фрейду, хотя бы потому, что целевая аудитория «Сумерек» о старике Зигмунде знает не так уж и много. В фильме все просто, мыльно и предсказуемо. Все так называемые сюжетные повороты не перестают удивлять разве что главную героиню фильма. О какой-то особенной актерской игре говорить тоже не приходится. Даже декорации не такие чарующие, как в первой части. Для тех, кто чужд всех этих прелестей, остается только любоваться отличной битвой оборотней. Это, пожалуй, самое достоверное из того, что есть в фильме. Однако «Сумерки» — это не фильм, а явление, которое настигает девочек и мальчиков в районе 14 лет. Все эти влюбленности, банальности и страхи всегда оставались спутниками нашей молодости. И никуда от этого не деться. Хотя, говорят, с возрастом проходит. Наша оценка — 5 баллов из 10. Уже на экранах 2012 Рождественская история Планета 51 Царь На сегодня это все. О том, что смотреть и не смотреть в кино, мы продолжим рассказывать в следующих выпусках. Вы смотрели «Киноконобу» — маленькую передачу о большом кино. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова